Привет, девчонки! И сегодня мы с вами поговорим о метаболизме. Что такое метаболизм? Что такое обмен веществ? Обмен веществ, иными словами, метаболизм, это совокупность сложных химических процессов в нашем организме, которые помогают калориям, которые мы получаем из пищи, превратиться в полезную для нашего организма энергию. Что влияет на метаболизм? Первое, это, конечно же, пол. Мужчина вы или женщина? У мужчин больше мышц, а чем больше мышц, тем метаболические процессы происходят быстрее. Если мы возьмем двух женщин, то та женщина, которая более накачанная, у которой больше мышц, у нее обмен веществ будет происходить быстрее, чем у женщины, у которой больше жира в теле. То есть, соответственно, также на обменные процессы влияет количество мышц. Также возраст влияет на метаболические процессы. Я вначале вам уже говорила и ранее говорила, что если мы возьмем двух женщин разных возрастов, допустим, 20-летнюю женщину и женщину 40-летнюю, то разница в метаболических процессах у них будет примерно около 20%. То есть, у женщины в 40 лет метаболические процессы будут замедляться на 20%. Почему? Потому что с каждым годом обмен веществ замедляется на 1%. Соответственно, вы можете вычтать. Почему молодые девушки стройнеют быстрее, нежели девушки чуть-чуть постарше? По поводу питания. Значит, на обменные процессы влияет даже то, как вы пережевываете пищу. Если вы быстро-быстро ее начинаете заглатывать, то ваш метаболизм замедляется. Организм получает стресс. Что это такое? В меня напихали непонятно чего, как вот это вот все переварить. Непонятно. Организму непонятно. Чем больше в нашем организме вырабатывается гормона стресса, то есть гормона кортизола, тем у нас больше замедляется наши все обменные процессы. Соответственно, когда вы кушаете, пережевывать пищу вам нужно тщательно. Ну, что сделать в этот момент? В этот момент посчитайте до 20. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Вы почувствуете все вкусы. И вы заметите, что когда вы будете кушать в следующий раз, вы будете наслаждаться пищей, а не просто запихивать ее в себя непонятно зачем и непонятно почему. Также на наши метаболические процессы в организме влияет сон. Если мы не досыпаем, в нашем организме снова же вырабатывается кортизол. А кортизол, как мы уже знаем, замедляет метаболизм. Если вы хотите чувствовать себя здорово и энергично, чтобы у вас было много энергии, вам также нужно заниматься спортом. На наш обмен веществ очень хорошо влияет спорт. Вы позанимались спортом, ваш метаболизм ускорился. Поэтому я всегда говорю, девочки, старайтесь сделать хоть маленькую зарядочку, но в первой половине дня, чтобы вы чувствовали себя прекрасно, чтобы вы чувствовали себя бодро. И тогда вы все, что скушаете после тренировки, ну конечно же не сразу и конечно же не большой тазик, то съеденное вами лакомство после тренировки быстро переработается и не отложится у нас на животике и не отложится у нас на наших бочках. На уровень метаболизма влияет рост человека. Если взять двоих человек, одного невысокого, другого повыше, и дать им одинаковое количество пищи, они это съедят, ну не то, что одинаковое количество пищи, а по калорийности в соответствии с ростом и весом человека. Допустим, одному нужно 1600 калорий, одному нужно 2500 калорий. И вот когда люди съедят то количество пищи, которое будет пропорционально их росту и весу по высчитанным калориям, у одного из них обмен веществ будет быстрее, а у другого будет меньше. Тот человек, который более высокого роста, вот у него обмен веществ будет лучше. Есть еще один момент, да, это когда мы изнуряем себя диетами, мы голодаем, мы не даем необходимого топлива нашему организму. Для того, чтобы похудеть, голодать не нужно. Смотрите, вы садитесь на какую-то определенную диету, да, обычно там диеты неделю, две, да, и вы вот кушаете кто-то гречку, кто-то ест одну курицу. Вот когда вы садитесь на диету, первая мысль, которая у вас должна сработать в голове, а смогу ли я всю жизнь сидеть на этой диете? Что происходит? Происходит такой момент, что, значит, мы сидим на диете, мы сбрасываем-сбрасываем вес. Ну, получается у нас сбросить этот вес, да, и организм испытывает небольшой такой стресс. Некоторые люди легко переносят диеты, некоторые люди сложно переносят диеты, им это тяжело, они это через боль переносят, да, и когда они выходят из диеты, да, то есть проходят там две недели, три недели, и они понимают, вот, я сбросила пять килограмм, и я снова могу кушать, я снова могу пить кофе, я снова могу есть маффины и так далее, там, шоколадки. То есть, если человек сидел на диете, допустим, низкокалорийной, может быть, там, 600 калорий в день, он кушал, да, а ему нужно есть 1600 калорий, он выходит, и, соответственно, он, конечно же, наберет вес, и он наберет веса еще больше. Почему? Смотрите, потому что организм, он, когда в состоянии стресса, во-первых, у него замедляются обменные процессы, идет сигнал мозгу нашему, да, что, ага, может быть, в следующий раз мне снова не дадут покушать, нужно запасаться, и жир, он запасается бока, бока, живот, то есть там, где мы не хотим, то есть там, где у вас проблемные зоны, понимаете? Поэтому диеты чреваты, и для того, чтобы правильно питаться, правильно сбрасывать вес, нам нужно кушать 5 раз в день. Организм, он не должен голодать. Значит, как только ваш организм в течение дня чувствует голод, ему это непонятно, сигнал мозга, я хочу покушать, и вы начинаете кушать, иногда даже больше. Как-то была у меня на консультации девушка, и вот она сказала, что она набрала очень много веса. Когда мы стали выяснять, как она питается, она мне призналась, что в течение дня она ничего-ничего не ест, но когда она вечером приходит, у нее такой жуткий, вообще непонятный голод, что она просто срывается, она ест очень-очень много все, прям очень. И она молодая, 27 лет, и, по-моему, у нее достаточно большой вес, и она чувствует себя некомфортно. Но самое главное, понимаете, чтобы у вас было личное желание, что я хочу похудеть, для чего мне нужно похудеть, для чего мне нужно правильно питаться, для чего мне нужно настраивать свой метаболизм. Во-первых, для того, чтобы вы выглядели красиво, для того, чтобы у вас была красивая кожа, чтобы у вас была красивая фигура, что когда вы пойдете там в баню, в сауну, где-то в раздевалке, на спорте, на море, вы можете раздеться, и вы можете гордиться своим телом. Понимаете, бывают, конечно, такие случаи, когда человек скептически относится сам к себе, я считаю, это неплохо, человек всю жизнь работает над собой, потому что наше тело, наше здоровье, это наша постоянная работа над собой. И бывает, что человек вроде бы лишний вес не имеет, но он сам себе не нравится. Где-то кожа, может быть, висит, там где-то лишнее что-то есть, вроде бы человек худеет, но вот это вот жир, и над этим нужно работать. И здесь, конечно же, нам помогают тренировки, поэтому самое главное, что нужно делать для того, чтобы увеличить наш метаболизм, это наши все обменные процессы, это правильное 5-6 разовое питание каждый день. Убираем фастфуды, убираем сладости, убираем быстрые углеводы, и, конечно же, тренировки. Подскажу вам, желательно, чтобы это была силовая тренировка и кардио. Ну, в идеале, 2 силовых, 1 кардио и что-то расслабляющее, или йога, или стретчинг, вот что-то вот такого плана мы включаем. Физическая нагрузка, она обязательно должна у нас быть. Также на метаболизм влияет питьевой режим, почему каждое утро, я вам всегда говорю, встаем, стаканчик воды выпили, распиваемся в течение дня, делаем зарядочку, и обязательно завтрак. Завтрак, девчонки, вот вы проснулись, и в течение часа, ну, 30 минут, вы не хотите кушать, но максимум в течение часа нам нужно перекусить. Конечно же, чем раньше у нас начинается завтрак, тем лучше. У нас у всех разные биологические часы, кто-то встает рано утром, кто-то встает попозже, но в течение часа, после пробуждения, обязательно, обязательно нужно позавтракать. А если вы еще и зарядочку сделаете, то вы будете чувствовать много-много энергии. Кстати, еще один момент, который я вам расскажу. Для того, чтобы улучшать наш метаболизм, для того, чтобы нам стройнеть, что нам нужно делать? Нам нужно, чтобы у нас было сбалансированное питание, белки, жиры и углеводы. Кстати, здесь вам очень хорошо помогут наши коктейли, потому что многие считают, что если я хочу худеть, я не буду есть жиры. Жиры тоже нужны, но смотря какие, трансжиры мы исключаем. А вот те жиры, которые полезны, которые нам необходимы, которые содержатся в наших коктейлях, они нам очень даже нужны. И в наших коктейлях настолько сбалансированы белки и жиры, и все витамины, и все минералы, которые нам нужны, что в одной порции вы получаете сразу все. Так вот, первое, это сбалансированное питание, второе, это, конечно же, тренировочки. И нам нужно создавать дефицит. Вот, допустим, человеку нужно потребить, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, чувствовать себя здоровым и уверенным человеком, чтобы были хорошие ногти, хорошие волосы. Кстати, это только зависит от правильного питания, только от правильного питания, потому что человек, который сидит на диетах, он изнуряет себя, он не получает ни витаминов, ни минералов, ни всего необходимого, что нужно человеку для нормальной жизнедеятельности организма, для того, чтобы у него было топливо, для того, чтобы у него была энергия. Он этого ничего не получает, вот, и, соответственно, у него идут проблемы со здоровьем. Кстати, немножко отвлекусь по поводу проблем со здоровьем. Вот, есть такой момент, что люди часто болеют, они болеют. Это все зависит от питания, то есть, в организм они не получают самого необходимого, что им нужно. Все микроэлементы, все макроэлементы для организма мы можем получить только через пищу, только через пищу. Так вот, если мы питаемся неправильной пищей, мы этого ничего не получаем. Вот, представьте, человек заболел, он плохо себя чувствует, врач приходит, выписывает ему лекарства, антибиотики и так далее, кучу-кучу всяких препаратов. Человек выпил эти препараты, проходит какое-то время и он снова заболевает. А что происходит? Просто он пролечился, он убрал эту свою болезнь, но он продолжает питаться неправильно и, соответственно, болезнь снова приходит. Вот, заметьте, те люди, которые правильно питаются, на правильном питании, которые занимаются спортом, они реже болеют, либо вообще могут не болеть. А сейчас я закончу свою мысль. Смотрите, значит, на стройность человека влияет, конечно же, правильное питание, физическая активность. Нам постоянно нужно создавать дефицит калорий. За счет чего мы это можем создать? За счет питания. Допустим, Оля Редько давала нам такое задание, где мы просчитывали свой дневной калораж, того, что мы кушаем, сколько мы переедаем, либо сколько мы недоедаем. Значит, чтобы худеть, нам нужно создать дефицит. Мы можем уменьшить количество калорий, допустим, 1600, мы уменьшаем на 15-20%, да, и немножко не доесть. Тогда мы будем худеть. Когда мы делаем физические нагрузки, вот одна тренировка, это в среднем 300-400 калорий. Вот уже несколько дней в чате я вам говорю о том, что давайте будем ходить, давайте будем ходить. Если вам негде ходить, ходите по квартире. Но дело в том, что это не просто мы вот так вот ходим с вами, а ходим мы активно, так как есть в упражнении, которое я вам даю, активно, чтобы мы прям подпотели, чтобы у нас прям сжигались калории. Вот у меня есть вот эти часы, я с ними не расстаюсь, я постоянно их включаю на тренировки, я замеряю, сколько калорий я сожгла, и вот даже 45 минут ходьбы, это в среднем где-то 300 калорий сжигается. То есть, даже если где-то я в течение дня покушала столько, сколько мне нужно, 1600 калорий, то я за тренировку создала себе дефицит 400 калорий. Но, еще раз вам напомню, что чтобы худеть, нужна силовая тренировка, нужна кардио, и обязательно нужен стрейчинг. Ну что, поехали дальше. Субтитры создавал DimaTorzok